Положение принципа этого договора. Первое. Приверженность всех стран к добросовестному выполнению международных обязательств. Уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государства и всех других принципов, закрепленных уставом ООН. Второе. Недопустимость применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях, закрепление в договоре перечня взаимосогласованных критериев, стандартов, применимых к работе над преодолением различных конфликтных ситуаций на пространстве ОВСЕ. Третье. Гарантии обеспечения равной безопасности, так как никто не должен обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. Юридическое закрепление положений, которые позволили бы воплощать эти гарантии на практике. Четвертое. Ни одно государство или международные организации, блок, не могут иметь эксклюзивных прав на поддержание мира и стабильности в Европе. И пятый. Восстановление базовых параметров контроля над вооружениями разумной достаточности в военном строительстве с целью создания надлежащего уровня предсказуемости, доверия и безопасности на континенте. Казалось бы, какие из этих положений могут вызвать некоторые сомнения, возражения? Я опять возвращаюсь к истории, когда Горбачев с Рейганом ввели дискуссии о сокращении оборужения и так далее. И вы наверняка помните, когда Рейган озвучил русскую пословицу Горбачеву. Доверяем, но проверяем. Кстати, получилось-то все наоборот. Мы доверились и не подписали юридически значимого документа о непродвижении НАТО на восток. Ну и что? Ну сказали, ну погорячились, ну мало ли кто когда может что-то сказать. И в результате мы имеем то, что мы имеем. Я скажу, что эта инициатива вызвала далеко не однозначную сразу реакцию. И были в том числе и мне попалась реакция одного чешского исследователя, его имя Иржи Юст, который отреагировал следующим образом. Что, ну например, в частности, очевидно договор направлен на ослабление роли НАТО и США как исключительного гаранта безопасности в Европе. Господа, ну почему нашу безопасность должен кто-то обеспечить? И почему эксклюзивные права? Мир меняется. Вчера мне было 20 лет, я был способен на одни поступки, сегодня мне 60. Я уже не могу себе позволить того, что мог позволить в 20. Затем есть такие ссылки. Например, из договора следует, что такая форма коллективной безопасности в первую очередь выгодна России. Чем объясняется? Почему только России? Если участниками договора станут все страны от Ванкубера до Владивостока, то это поможет Москве решить большинство острых вопросов в области безопасности. Благодаря статье о запрете предоставлять территорию для подготовки или осуществления вооруженного нападения против одного из участников, Кремль может избавиться от такой опасности. Но Кремль говорит о системе для каждого участника, подписавшего подобные соглашения, а не только для России. А если это вызывает именно такую реакцию, значит, кто-то на Россию все-таки имеет особый вид и намерение. Поэтому я так думаю, что только в диалоге, таких вот, как в сегодняшнем, мы можем продвигать эти идеи. Что Европа у нас одна, да и мир у нас один. Безумных политиков, к сожалению, гораздо больше. Поэтому я не буду вторгаться в тему доклада следующего докладчика с российской стороны Евгения Мартыненко. У него доклад и посвящен этому явлению. Я просто вкратце остановлюсь. Где на одной из конференций министром обороны России Шойгу отметил следующий момент. Что в строительстве прочного фундамента евроатланетической архитектуры безопасности не достают совместных проектов, которые могли бы компенсировать дефицит доверия, подчеркнул министр обороны. Доверие к России вот чего не достает Западу. Прежде всего, в его действиях, а точнее, без действий. Поэтому, мое представление, все-таки надо двигаться действительно в создании этого документа, этого договора. Сам документ не закрывает двери перед обсуждением, перед, так скажем, созданием механизмов, которые будут обсуждаться всеми странами-участниками. И только подобный документ поможет нам действительно создать совместную и надежную безопасность, а не сосед из-за океана, который будет гарантировать нам эту самую безопасность. Но я думаю, что вы прекрасно для многих политиков, действующих в современной Европе, Трамп действительно это внес сумятицу, сам факт избрания, да? А вдруг он что-то изменит, да? И в самом деле, а вдруг, если что-то изменится, хотя я не сторонник каких-то революций и так далее, но вдруг что-то изменится, и Соединенные Штаты не смогут обеспечивать нам эту безопасность. А как известно, ведь далеко не всегда участниками подобных конфликтов становятся непосредственно великие державы. Для меня очень показательно, когда даже в животном мире задирами часто становятся совершенно небольшие собачки, да? Когда чувствуют, что за ними стоят еще хозяин и с большой овчаркой. А что происходит дальше, всем известно. Поэтому спасибо за внимание. Субтитры заинтересованы. Спасибо, очень интересные были сообщения. Я хотел бы, я почему-то вышел и решил сказать несколько слов. Меня очень впечатлили все, так вот. Но вот особенно внимание я обратил на заключительную часть доклада коллеги Орока, который сказал, что Россия не заинтересована вооружённых конфликтах. Вот после всего того, что было сказано, начиная с далёкой истории России, это звучит просто, знаете, обнадёживающе и замечательно, потому что действительно не заинтересована. И Литва Глебов сказала об этом. Собственно, я почему говорю? Вы знаете, вот мы о России много говорим. Россия находится в центре внимания на протяжении столетий. И нам очень, конечно, приятно, что Россию изучают и внимательно на Россию смотрят. Мы также изучаем наших партнёров, наших соседей, потому что только зная друг друга, можно найти общий язык. Потому что если мы не знаем друг друга, возникают те мифы, далёкие от реальности, и те стереотипы, которые мешают нам лучше понимать друг друга. Я просто хочу на что обратить внимание. 2017 год. В этом году сто лет. Со дня, с года тех двух революций, которые кардинальным образом изменили мир, и он более чем на 70 лет был совершенно другим. Понимаете? И если посмотреть на Россию, наверное, трудно найти такую страну в мире, которая бы за одно столетие пережила столько революции и войн. 905 год. Русско-испонская война. 907 год. Там революция. 914-й, 917-й. Гражданская война. Интервенция. Индустриализация. Коллективизация. Халкинг-Голл. НЭП. Вторая мировая война. Железный занавес. Сложные отношения с нашими восточно-европейскими партнёрами, о которых здесь упоминалось, возникали очень сложные ситуации, непосредственности. Тем не менее. Перестройка. Опять изменения. Понимаете? И мы сейчас с вами находимся действительно в ту эпоху, когда мы должны просто, наверное, одновшись назад, принять правильное решение. Дело в том, что можно говорить об экспансии России, можно говорить об обессивной России. Каждый имеет право на свою точку зрения. Но. Площадь Советского Союза была 22,4 миллиона квадратных километров. Площадь России 17 миллионов квадратных километров. Экспансия. Простая физика говорит, что на 4 с лишним миллиона квадратных километров меньше. А если мы посмотрим на Российскую империю, то это было больше, чем 22,4 миллиона километров. А если мы посмотрим на карту мира по состоянию на 1912 год, то мы увидим, что больше было царством польских состав Российской империи. Финляндия входила в состав Российской империи. А если мы посмотрим на карту по состоянию 1920-й год, то мы увидим с вами новый независимый государство. Да, мир постоянно меняется. После распада Советского Союза как минимум 15 суверенных независимых государств появилось. Понимаете, поэтому надо, наверное, все-таки очень внимательно смотреть на опыт наш. Давайте ему, наверное, стремиться, потому что, так сказать, максимально объективную оценку давать этому опыту, для того, чтобы не повторять тех ошибок, которые мы совершали в предыдущие годы. Я буду докладывать о доверии, я в какой-то степени коснусь других вопросов. Вот. Но вот именно ваш последний вывод, ваш последний сентенция, в общем-то, в данном случае, некоторое побудило обратиться к этой теме. Россия действительно не заинтересована в зоне конфликта. Поверьте на месте, чем заняться. Поверьте, что я спрашиваю. Ну, а то мы тогда позже будем пить, я эту штуку о лучшем официальности. Пан Руссен Пророк Волат. Пан Руссен Пророк Волат. Пан Руссен Пророк Волат. Пан Руссен Пророк Волат. Пан Руссен Пророк Волат, не защищает русских, она защищает православие. А православными могут быть люди любой национальности. Мы готовы отвечать на вопросы. А доктор Воранчек, исторический устав, Чиская Калиния. Важеные дамы и панове, я же рад, что я здесь между вами, как обычный, скромный историк Мах. Когда здесь говорится о русской политической культуре, я думаю, что здесь также русская экспансивность. Я о том поговорю, но я думаю, что сейчас нужно поменять. Рущщи представители, а то были рущщи царовые, на Веденском конгрессу, а то была русская элита в конце 19. столетии, прежде всего русской министерства заграничных вещей, теснě před хробы погроти 1. святой войны, а то был Сталин, а то был какой-то диктатор, зачатком по 2. столетии войны, а то был министер заграничных вещей, а то был министер заграничных вещей, а то был Путин днём, не говорим о моих родственниках, это уже одинаковый капитол, они все выступали в эстезии, нестанно въеднодушову, а то, что мы хотим, чтобы с нами ЗАПА идти как ровный с ровной. Это вопрос о доверии, а когда так не будет, так все будет, так все будет как-то зачитать. Я видя это сейчас конкретно из одной области. Был это очень важный момент в объединении русского министерства заграничных вещей, в 1714, приправе стратегии, которая трудно почитала с комплектом, где-то объявляет, но объявляет себя в документах русской вланды в элиграции, в 1915, в 1915 году, в объединении во версальском миру, о том не говорится, как бы в дежинах археологии, но и там представители, говорили, что это тоже, и во своих проявах русские болшевики, которые почитали с тем, что с злучастной на версальском миру В 1945, когда была новая шанса начать новую святку обновлять, о том нечисленно крат говорили советские представители. О том, о том, что в России был старин, что в России был в том, что в Советской связи это очень важный момент, что молоток в том, который подозвитал с медицинской рыбкой, честным министром хору, который по уборщиц обсудировал, а потом сдяло и ЗАПАД. ЗАПАД на это реагировал так, что в оказывании подъезжал. Распадал Советский сваз, когда оцекали представители, которые были очень стрицными в университами ЗАПАДу, что ЗАПАД к ним будет идти, с ним вступает коронавирус. В этом оказывании в геополитическом революции. Русское поражение, так с ним не будем все вещи почитать. Я думаю, что это момент, о котором нужно было немного поговорить, потому что это не запоминание, специально сегодня, в том числе, что бы могло дошли к перестарту слуточных вздов между ВИЧОДом и ЗАПАДом. Асподин так, как мне это сказали недавно, америчные коллеги на Университете в Сиатоле, которые вспоминали на постраде равноправности, но в основном в том числе. Но в основном в том числе, что мы будем думать, но в основном в том числе, в целях, в результате 70-ти лет, используют Чину как элемент против русовского русовства. Дякую, помните за следующую дистанцию. Дякую, пане докторе. Мам еще 5 минут. Можете кто еще задуматься в полетнюю дискуссию? Хорошо. Пану Босини. Если бы вы говорите, так и о том, что я взял пасов, пасово. Русские агрессивы не имеют на месте. Америцы говорят, как это русская экспансия. Не вижу, что аренцик с датем. Это американский штип, который говорит между собой. Второе, что бы я хотел сказать, что вновь злощин Русского президента что Русско не хочет быть нищима, а не будет нищима. Это немного великое. Радея, которая была на конку Елциновой ель, чтобы распадать на 5-10 малых маньясков, которые в том глобальном свете уже послушали, что она просто ненаплнила. Это нечездачная злощина Владимира Владимировича. А когда я отъезжал в листопаду с МГИМа, так мои колеги, я там 2-3 раз в рот, а уже к себе ездил, говорит Владимире, что у вас в Чехе, в Празе, есть ли на свете какие-то свинства, за которые русские не могут быть? В том, что мы живем недавно, в том, чем живем, Збигнєв Брежинский, может быть, что-то в России писал Макдональдови и Лану Трампови, какого-то анализу ставу, а он говорит, что Америка не сильнейшая военность, экономически, технологически, а на то бить доминантом света уже нема. Русская, а на то битья, ни разу не има, ни Русская, ни Чжина. Но, если свят пропадал до chaosу, так же неизбытно, чтобы не жили, что эти три субьки сполу коммуникают и забранили, чтобы свят пропадал до chaosа, как, подл. мое название, мы достаточно накрочено, так же, я думаю, что Америка у нас захрани, Я горююсь, спасибо. Спасибо. Сейчас нужно легко. Мам еще еще что-то, чтобы мы будем обучаствовать? Не видим ни одного руку. В общих площадках на нас в общем-то обучаствовать. Взвратимы с всем в 12.30.